Сегодня ночью домой в Бендеры вернулись участники международного фестиваля «Ударная волна» в Питере. С девочками из ансамбля встретилась Алина Ганган. Барабанная дробь и... Нет, сегодня девочки не выступают. Репетицию тоже отменили. А вот распаковать барабаны и отыграть первый вспомнившийся ритм все-таки решили после долгой дороги. Барабанщицы-мажоретки в 15-й Бендерской школе это просто кружок, а не профессиональный коллектив, как многие такие в России. Поэтому шансы на победу были невелики. Зато было чему поучиться и с чем сравнивать, рассказывают школьницы. Там очень много барабанщиков, барабанщиков, барабанщиц. Они все так хорошо играют. И мы сначала засомневались в нашей победе. Но мы всегда знали, что если мы не выиграем, мы хотя бы выиграем приз зрительских симпатий. Это тоже очень важно. Из России девочки привезли диплом участников. Жюри похвалило наших барабанщиц за стройность и миниатюрность. Да и нарядов с красно-зеленой расцветкой не было ни у кого. Это тоже отметили. Но над игрой, на барабанах и движениями на сцене конкурсная комиссия посоветовала еще поработать. Очень строго судили, да. И я как хореограф это вижу. Девочки не настолько подготовлены, чтобы при ходьбе, при перестроениях, конечно, мы добивались на репетициях четкости. Но когда этого нет в системе, понятно, что где-то и носок не туда заворачивается, и нога не поднимается на нужную высоту. Кружок барабанщиц-мажореток в школе существует уже давно. До прошлого года играли девочки на старых пионерских барабанах. Теперь у них профессиональные инструменты и большие планы на будущее. Поехать в Питер девочкам помогли оплатить приднестровские компании, интерднестрком, терраспольский хлебокомбинат и многие другие. Впереди у школьного ансамбля мажореток подготовка к открытию бендерской елки. Там они покажут свой новогодний номер, обработку мелодии Джингем Беллс. Ну а потом исправление всех недочетов и новые номера. Такие планы на будущее. Барабанщицы в следующем году планируют вновь покорять Россию. Алина Ганган, Владимир Погоня, ТСВ.